Более 30 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления. Паводок может затронуть населенные пункты в Челновершинском, Кошкинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Елховском и Нефтегорском районах. Чтобы большая вода не стала неожиданностью, сотрудники МЧС готовят план защиты населения. Сформированы бригады экстренного реагирования, определены маршруты эвакуации и подготовлены пункты временного размещения людей, в которых смогут пребывать более 20 тысяч человек. На всех территориях проведены предупреждающие меры защиты. Основные усилия данных мероприятий были направлены на расчистку русел, проведение вероукрепительных работ, ремонт гидротехнических сооружений, ремонт и очистка водопропускных коммуникаций, расчистку оврагов. Вскрытие рек синоптики прогнозируют на 2-3 дня раньше нормы – в конце марта. Полностью от льда Куйбышевское и Саратовское водохранилища должны очиститься в конце апреля. Два раза в сутки наблюдений на реках. При повышении максимально уровней до критических отметок мы переходим на четырехразовые, то есть мы и ночные часы проводим наблюдения. Ситуацию еще могут усугубить дожди. Окончательные прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будут сделаны в апреле, после утверждения графика сброса воды. В целом, большого весеннего половодия синоптики в этом году не прогнозируют. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События.